Добрый день, меня зовут Кадничанская Василя, я являюсь фитнес-тренером по системе Пилатес. Сегодня мы с вами будем проделать комплекс для деток от 10 до 18 лет. Сегодняшний наш комплекс направлен на то, чтобы определить физическую форму вашего ребенка, чтобы определить слабые места и больше уделить этому внимания. В первую очередь мы посмотрим длину сухожилия вашего ребенка, насколько он растянут, насколько он гибкий, насколько он выносливый. То есть будут упражнения, направленные на выносливость. Также определим взаимоотношения правого-левого полушария, то есть насколько у ребенка получается работать на правое и на левое полушарие. Это также будет зависеть от того, правша ваш ребенок или левша. Итак, мы начинаем. Начинаем, как всегда, с отстройки. Ноги на ширине таза, стопы параллельно друг к другу. Параллельно это когда внешняя сторона параллельна, внутренняя немножко вовнутрь. Также отстраиваем положение таза, животик и ягодицы подтягиваем, подкручиваем таз вперед, снимаем с него напряжение. Включаем в работу мышцестабилизаторы. Мышцестабилизаторы это те мышцы, которые позволяют снять нагрузку с опорно-двигательного аппарата и взять всю основную рабочую нагрузку на себя. Для того, чтобы максимально подтянуть животик, мы его втягиваем и толкаем к позвоночнику. Как бы выталкиваем позвоночник назад. Максимально подкручиваем таз вперед, зажимая ягодицы. Итак, раскрываем плечики, соединяем лопаточки на позвоночнике, опускаем вниз. Тем самым мы выпрямили полностью наш позвоночник. Итак, сегодняшняя наша работа начинается с комплекса на определение равновесия вашего ребенка. То есть, насколько он умеет держать баланс. Для этого вытягиваем ручки в стороны. Для того, кому тяжело будет держать руки на весу, мы можем их поставить на таз. Таечка будет делать у нас более сложный вариант. Мы будем держать ручки ровно. Я буду держать руки на поясе, чтобы вы могли выбрать тот или иной вариант. На вдохе поднимаем ножку так, чтобы колено было на одном уровне стозабедренным суставом. Следим за тем, чтобы таз был параллельно полу. Не опускайте колено сильно низко и не поднимайте его сильно высоко. Следите, чтобы положение колена было на одном уровне стозабедренным суставом. Следите за положением таза. От положения таза будет зависеть те группы мышц, которые мы будем разрабатывать. Распределяем вес по всей длине ноги. То есть не заваливайтесь на тазобедренный сустав. Это неправильно. Вы неправильно распределите нагрузку и есть шанс травмировать тазобедренный сустав. Вытянулись. Выровняли таз. Вес распределили полностью по ноге. Уходим до пятки. Распределяем вес по трем точкам на стопе. Пятка, большой палец и мизинец. Коленочку выровняли. И на вдохе вытягиваем ножку перед собой. На выдохе возвращаем в исходное положение. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Опорная нога прямая. Переднюю ножку тоже вытягиваем. Покажу боком. Ни в коем случае не округляйте спину, пытаясь ножку поднять вверх. Спина должна оставаться ровненько. На вдохе вытянули ножку. На выдохе вернули в исходное положение. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Каждый делает в своем темпе. То же самое сделаем на вторую ножку. Вдох и выдох. Не забываем отстраивать таз. Животик подтянутый. Примерно делаем по 10 раз на каждую сторону. Следите за тем, чтобы ваше дыхание не сбывалось. Медленно делаем. На вдохе выпрямляем. На выдохе сгибаем коленочку. Каждый считает сам для себя. У всех амплитуда. И скорость работы с ногами разная. Поэтому каждый считает сам для себя. Хорошо. Также проработаем наши тазобедренные суставы. Уходя в сторону, снова меняем ножку. Встаем в исходное положение. На вдохе уводим ножку в сторону. На выдохе возвращаем в исходное положение. Вдох. Выдох. Следим за плечами. Плечи параллельно полу. Таз параллельно полу. Выдох. Вдох. И выдох. Также считаем на каждую сторону по 10 раз. Максимально уводим ножку в сторону. Ножку на пол не ставим. То же самое повторяем на вторую сторону. Выдох. И выдох. Выдох. И выдох. На вдохе напряжение. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Вдох. Выдох. Релаксация. Вдох. Концентрация. Релаксация. Три. Два. Делаем последний раз. Молодцы. Теперь, чтобы проработать мышцы спины, мы будем уводить ножку назад. Меняем также ножку. Выстраиваем наши суставчики. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Также считаем на каждую сторону по 10 раз. Наше тело симметричное. И поэтому количество упражнений на каждую сторону мы делаем так же симметрично. Меняем ножку. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Выдох. Три. Два. Последний раз. Молодцы. Возвращаемся в исходное положение. Ноги на ширине тазо-стопы параллельно. Поработаем на наши ручки. Взяли ручки в замок перед собой. И делаем волну. На вдохе потянули правую ручку вверх. За ней идет левая. Опускаем правую ручку вниз. За ней идет левая. Плавно делаем волну. При этом лопатки не отрываем от спины. Животик и гадисы держим. Стараемся максимально сконцентрироваться. Наблюдаем, как работает правая, левая полушария. То есть все будет зависеть от того, правша ваш ребенок или левша. То есть на одну сторону будет делать легче. А когда мы поменяем направление, то делать уже будет немножко сложнее. Меняем направление и то же самое делаем в другую сторону. Волна идет в обратную сторону. Хорошо. Еще немножко. Работают лучезапястные суставы. Полностью работают все суставы рук. При этом мы синхронизируем работу правого, левого полушария. Снова меняем направление. То же самое делаем в обратную сторону. Делаем два раза в одну сторону, два раза в другую. Хорошо. Три. Два. Один. Меняем направление. То же самое на вторую сторону. Лопаточки. Следите за лопаточками. Не отрываем лопаточки от спины. И три. И два. И один. Молодцы. Для того, чтобы определить длину локтевых сгибов суставов, мы вытянем ручки ладошками наружу. Правую руку заведем над левой и соединим их. Соединяем пальчики в замок. На вдохе выкручиваем ручки перед собой. На выдохе возвращаем в исходное положение. Если у вас до конца ручки не докручиваются и остаются в полусогнутом состоянии, ничего страшного. Просто вам надо будет поработать еще на эти суставы. Выдох. Данное упражнение прорабатывает все мелкие мышцы ваших рук. Лопатки вперед не вытягиваем. Лопатки максимально прижали к спине. Хорошо. Выпрямляем ручки. Размыкаем. Меняем местами. И симметрично проработаем еще раз на вторую сторону. Также заставляя работать правое и левое полушарие. Выдох и выдох. Выдох и выдох. Чувствуем, как работают наши плечики, как работают наши руки. Молодцы. Наши руки устали. Мы можем их немножко промассировать. Немножко размассировать. Разогнать молочную кислоту, чтобы она там не собиралась. Хорошо. И снова поработаем на баланс. И уже проверим длину мышц бедра. Подтягиваем правую ножку к груди. Таз также остается параллельно полу. Спинка ровненькая. Животик, ягодицы подтянуты. Лопатки развернуты. Тянем коленочку на себя. Опорная нога прямая. Растягиваем мышцы задней поверхности бедра. Очень хорошо все тянет. Дыхание ровное. Держим. Улавливаем баланс. Баланс тела зависит от того, насколько развита работа среднего уха. Также за наш баланс отвечает работа мозжечка. Хорошо. Теперь растянем переднюю поверхность бедра. Отводим ножку назад. Я покажу боком. Сгибаем коленочки. Держим на одном уровне. Отводим коленочку назад. Соединяем. Таз выравниваем, чтобы коленочки были на одном уровне. Подтягиваем двумя руками стопу к ягодицам. Плечики раскрыли. Животик держим. Плечики раскрываем. Почувствовали, как тянет переднюю поверхность бедра. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра. Также работает баланс. Хорошо. Меняем ножку. Тело у нас симметричное, как я уже говорила. Поэтому все упражнения у нас выполняются симметрично. Опорная нога прямая. Плечики раскрываем. Животик подтягиваем. Максимально подтягиваем бедро груди. Для того, чтобы создать максимальное натяжение в мышцах задней поверхности бедра. Дыхание ровное. Следите за тем, чтобы дыхание ваше не сбивалось. Медленно вдох через нос. Медленно выдох через рот. Если вы чувствуете, что ваше дыхание сбивается, отдохните, подышите. Хорошо. Отпускаем ножку. Медленно заводим ее назад. Также выравниваем коленочки. Соединяем их вместе. Выравниваем таз. Дышим. Хорошо. Плавно опускаем ноги на ширине таза. Стопы также выстраиваем параллельно друг к другу. И проверим длину задней поверхности бедра и подколенных сухожилий вашего ребенка. Делаем вдох через нос. На выдохе начинаем скручиваться позвонок за позвонком. Опускаемся вниз, выталкивая и выжимая из себя весь воздух. На вдохе плавно поднимаемся вверх. Желательно, чтобы у вашего ребенка ладошки доходили до пола. Если ребенок не достает до пола, уделите этому внимание. И немножко больше уделять внимание надо будет растяжка. Потому что от длины подколенных сухожилий зависит положение нашего позвоночника. В первую очередь нашего таза. Если нагрузка идет на таз, то естественно и на позвоночник идет нагрузка. Поэтому обратите на это внимание. И уделяйте немножко больше времени растяжке подколенных сухожилий. Сделаем еще несколько упражнений. Раскрываем плечики. Выдох. И выдох. Еще раз выдох. Останемся на выдохе внизу. Выпрямим нашу спинку. Лопаточками расправим грудной отдел позвоночника. Ладошками коснемся пола. Выпрямим нашу спинку. Следим за тем, чтобы наша спина была ровная. Выравниваем. Если не достаем до пола ничего страшного. Стараемся выровнять наш позвоночник. Сгибаться ровно в тазобедренных суставах. Чуть-чуть вперед ручки подай. Вот хорошо выравниваем нашу спинку. Шейку можно тоже выровнять. И в таком положении растягиваем под колено и сухожилия. Снова возвращаемся в исходное положение за счет того, что плавно на вдохе раскручиваем позвоночник. Плавно позвонок за позвонком поднимаемся вверх. Раскрыли наши плечики. Когда правое и левое полушария вашего ребенка одинаково развиты, то и мышцы в теле работают как с правой, так и с левой стороны одинаково. Не создается дисбаланс в мышцах, что не ведет за собой развитие сколиозов у ребенка. Поэтому очень важно наблюдать за тем, чтобы правая и левая сторона у ребенка работала одинаково. Если вы видите какой-то дисбаланс, то поработайте на ту сторону, которая у вас отстает. Немножко больше. Сделайте на 2-3 упражнения больше на ту сторону, которая отстает. Помимо этого, обратите внимание на длину сухожилий вашего ребенка. Если они укорочены, это может также нести пагубные последствия для позвоночника. Следите за тем, чтобы растяжка, пусть не идеальная, не надо сажать ребенка на шпагат. Достаточно будет того, чтобы он доставал ладошками до пола. Это уже будет хорошая профилактика болезни позвоночника в будущем у ребенка. То есть не будет развиваться грыжи, сколиозов и какой-либо другой нагрузки на позвоночник вашего ребенка. Проследите, насколько он вынослив, насколько он может долго держать руки на весу, насколько он может держать баланс. От этого тоже зависит очень сильно физическое развитие вашего ребенка. Если вам понравился данный комплекс, выполните его несколько раз. Допустим, три раза в неделю по 20 минут будет достаточно для того, чтобы ваш ребенок был здоров. Будьте здоровы! До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok